Здравоохранение Ну, у нас, соответственно, в студии бывший, видимо, будущий министр здравоохранения Гонтис Вилевич. Добрый вечер. Ну, начнем мы не с высоких материй, не с программ и не с деклараций, а с простого такого вопроса о школьных завтраках. Вот с 1 января вступили в силу правила Кабинета Министров, которыми запрещается закупать продукты, содержащие консерванты, красители. Вот есть такое слово «салдинатай». Сластители. Да, подсластители, усладители, я уже так говорю. И ароматизаторы. Ну, такой вопрос. Значит, вот булочек с вареньем в школьных столовых мы больше не видим. Не совсем так. Надо все-таки понять, что в школе уже ситуация с едой и с кормлением детей выглядит совершенно по-другому, чем в наше время. Помимо школьных столовых, есть еще школьные кафе и разные автоматы, где можно получить, купить, нужно было до конца прошлого года разные сладкие и неполезные для здоровья вещи. И давайте по порядку. А может быть соль, сахар, сладость или как там? Это было давно принято. Давайте поэтому по порядку. То, что касается школьных кафе, там есть действительно радикальные изменения. Если до 1 января у нас действовал в стране список запрещенных продуктов, которых можно было продавать в кафе и в автоматах, и предприниматели очень умело обходили или названием продукта, или немного изменив рецептуру, и очень приспосабливались кормить наших детей нездоровой пищей. То сейчас, с 1 января, касательно школьных кафе и автоматов, принцип обратный, у нас список разрешенных продуктов. То, что можно продавать. И можно с 1 января продавать воду, неподкрашенную и несладкую, соки натуральные, овощи, фрукты, сухофрукты, баранки. И мы готовы идти по списку, по увеличению этого списка. Очень многие предприниматели звонят и предлагают, делая предложение. Мы будем список здоровых продуктов, разрешенных в кафе, и в автоматах удлинять. То, что касается школьных столовых, там тоже есть изменения. И с 1 января этого года школьные обеды допускаются свежеприготовленные из натуральных продуктов. То, что касается булочки, булочка в школьной столовой, возможно, в рамках сбалансированного обеда. В рамках сбалансированного обеда. Можно? То есть... Но такая ситуация, что каждую перемену в школьном кафе ребенок купил булку, и через час у него опять чувство голода, этого больше не будет, да? Но как, соответственно, можно этого достичь, если я слышал, что вроде питания школьника на питание выделяется 1,42 евро цента? Это очень важно. Важно понимать то, что в это евро-42 входит налог на добавленную стоимость, прибыль коммерсанта, который кормит детей, оплата повара, износ сковороды и плиты, электричество, аренда и так далее. И жизнь дорожает, электричество дорожает, а евро-42 остается на месте, в результате чего сужается одно место. Объем денег, отпускаемых на закупку продуктов. Ну, тем более, если вы ограничиваете закупку продуктов. Поэтому, 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 мы, это школьный обед, понимаете, это дело четырех министерств. Министерство здоровья отвечает за качество, за критерии качества. Школы принадлежат муниципалитетам, значит, это ВАРам. Из бюджета в Министерство просвещения выделяются вот эти деньги на обеды с первого по четвертый класс. И Министерство земледелия, оно отвечает за пищевые продукты. Так что, мы такую ситуацию, как мы спокойно наблюдали, что хороший принцип, детям самое лучшее, мы спокойно заменили на принцип, детям самое дешевое, то есть самое плохое. Больше так нельзя с первого января будет. Вам не кажется все-таки, что вся эта компания, это, по сути, компания такой, ну, я так понимаю, профилактики здоровья. Совершенно верно. То есть, для любящего здоровья. Совершенно верно. А профилактике вот здесь уделяется как бы такой, ну, не носит ли это просто некий такой отвлекающий маневр. Я поясню, в чем дело. Ну, хорошо. Те же самые семейные врачи, вот, недавно у нас был сюжет на прошлой неделе, они жалуются на то, что существуют, вот сейчас вступили в силу, якобы, некие ограничения на анализы, на производство анализов, причем... Можно тогда одним предложением закончим по поводу... Давайте, закончим и перейдем, потому что нет и тут такого, ну, как бы... Нет-нет-нет-нет-нет, на самом-то деле мы должны не только бороться с последствиями, с болезнями, мы должны также предупреждать эту ситуацию, что болезни не возникали. И известно, что от нездоровой еды возникают избыточные весы и многие разные заболевания. Вы не первый министр. Да, я понимаю, что сейчас все те, которые зарабатывали на здоровье наших детей, они стревожены. Но на самом деле журналисты тоже делятся на два типа. Те, которые защищают интересы здоровья наших детей, как вы, например, Юрий. И те, которые защищают интересы тех, которые наживаются на здоровье наших детей. Поэтому то, что мы делаем, это правильно. Это правильно. Мы должны предупреждать, по крайней мере, в школе. Мы должны еще и воспитывать общественность, чтобы и дома кушали как можно более здоровую еду. Причем то, что здоровая еда, она более дорогая, это миф. Дешевле всего купить ингредиенты и приготовить еду. И будьте добры, милые мамы и бабушки, готовьте, пожалуйста, завтрак детям перед школой, отпуская их в школу. А давайте все-таки теперь о людях, которые уже успели заболеть. Да. Или они считают, что они успели заболеть, и они хотели бы, чтобы семейный врач направил конкретный анализ. Говорят, вот семейный врач, что сейчас это ограничено, что есть определенные квоты, что для того, чтобы попасть, сдать какой-то анализ, надо идти или к врачу-специалисту обязательно, или платно. Вы знаете, я совершенно уверен, что нет никакого основания пугать людей, что не будут проводиться нужные анализы. То, что сейчас введено с целью экономического употребления средств, введены определенные последовательности, определенных шагов, какие анализы, кому как делается с целью экономить деньги. И действительно есть квоты на лабораторные анализы. Эти квоты должны будут соблюдать и не только семейные врачи, но и сами лаборатории. И такой порядок раньше был. Я слышал только с 1 июля, это еще впереди. И, смотрите, с деньгами должны обходиться разумно. И в объеме 2015 года, в объеме этих денег, которые были в 2015 году на лабораторный анализ отпущен, мы будем квотировать лаборатории с целью не делать ненужные анализы. И делать все те анализы, которые нужны пациенту. Вы поймите, что пациент, ну вот поставьте себя на место пациента, если раньше он платил семейному врачу евро, там я не помню, 42 сантиметра, или сколько там он платил за визит. Теперь получается, что он должен идти к специалисту. Специалиста надо ждать длительный срок, платить больше. Вы знаете, не совсем так. То, что касается анализов, все те анализы, которые необходимы пациентам, они будут проводиться, и государство за это будет платить. Но есть определенные уже критерии, в каких случаях есть определенные ограничения. Например, холестерин мы будем платить, начиная с 40 лет, один раз в год, за исключением острых и хронических случаев, где это действительно необходимо мерить чаще. Например, гормоны щитовидной железы мы будем делать в определенном порядке. Тогда, когда первый анализ положительный, тогда будем определять второй и третий анализ. С целью экономии денег. Это дает огромную экономию. Для государства. И эти деньги будут отпускаться для увеличения доступности медицинских услуг наших пациентов. Вот здесь давайте перейдем к той самой правительственной декларации, которую, в принципе, вы, как будущий министр, должны, видимо, сейчас активно участвовать. Можно сказать, что есть три существенных пункта в этой декларации. И в общих словах я скажу, увеличение доступности медицинских услуг, это касается всех пациентов. Увеличение оплаты труда медиков, это касается медиков. И третье, правительство Кучинского, и это будет моя задача, если я буду министром, мы разработаем модель обязательного страхования здоровья. А вот это новое по сравнению с предыдущей декларацией. Ровно как и в предыдущей декларации, нет конкретных цифр, насколько будет увеличенный... Вот на это обращают внимание уже, что нет конкретных цифр. Нет конкретных цифр, и я понимаю, почему нет этих конкретных цифр. Я был бы рад, если бы мы вписали, что сейчас от неполных 3% от внутреннего валового продукта деньги у нас отпускаются на здоровье. Что эта цифра за определенное количество лет увеличилась бы до 5%. Но сегодняшняя экономическая ситуация не позволяет правительству брать на себя такие обязанности, что за следующие 3 года со стороны государства существенно увеличится финансирование. Но финансирование увеличится, поскольку сейчас будет ситуация, когда министр финансов из той же партии, где министр здравоохранения, у меня есть полная уверенность, что сейчас здоровье будет приоритетным не только на словах, но и на деле. В том числе, это мы увидим на увеличении финансирования. Конкретную цифру мы сейчас не назвали, но цифра будет, деньги отпускаться будут куда больше, нежели в 2015-2016 году. И все-таки это модель, модель социального страхования, пару слов о ней. Это то, что в свое время задумывала господин Сирсен? Мы несколько раз приближались к обязательному страхованию здоровья. Мы помним правительство Репша и министр Аудерса. К сожалению, тогда возможность вести эту систему была пропущена. Господин Аудерс, он был человеком решительным и готовым на реформы. К сожалению, и господин Репша не спас своего министра. И потом жизнь шла так, что мы попали в кризис, и мы относимся к тем странам, где финансирование на здравоохранение было во время кризиса уменьшено. Другие страны так не делали. Некоторые оставляли на прежнем уровне финансирование, некоторые увеличивали. Сейчас мы в такой ситуации находимся, что у нас государство дает 3% внутреннего валу продукта на здоровье. У нас многочисленные группы пациентов, которые, не только дети, которые законным сказано, что 100% на все оплачивает государство. И у нас чрезвычайно маленькое количество людей, всего лишь 900 тысяч работающих, которые создают налоги. Поэтому госпожа Церцена, она модель разработала, но надо спросить вопрос, почему она не ввела. Ведь это было ее правительство, Вену, ее премьер, ее министр финансов. Потому что чрезвычайно низкое было финансирование. Эксперты Всемирной Организации Здравоохранения говорили, что эту систему можно вводить. Только тогда, когда со стороны государства финансирование будет минимум полтора раза больше. То есть 4,5-5%. То есть то, что сейчас ожидается, к чему, допустим, идет ваше будущее правительство? Мы обязуемся разработать модель обязательного страхования здоровья. Что это означает? Это означает, что в сегодняшней системе квот, которые все знают и недовольны, когда квоты кончились, тогда надо ждать очереди. А если нет сил ждать очереди, тогда надо доплатить из своего кармана. А люди, которые не могут доплатить, им медицина недоступна. Вот эту систему мы должны заменить на другую систему, когда государство формирует определенную корзину услуг и гарантирует всем, что она будет доступна без всяких доплат. И мы понимаем, что если мы то, что сегодня уже бесплатно людям скажем, что это не в корзине, они будут недовольны. Если мы будем говорить, что работающие работодатели, не пенсионеры ни в коем случае, пенсионерам и так пенсии маленькие, что работающие работодатели должны измесячно платить, как это в Литве, как это в Германии и других странах, тогда это недовольство с другой стороны. И мы должны эту, ту или иную модель, мы должны договориться с обществом. Люди должны понимать, люди должны этого хотеть, по крайней мере большинство. И это одна из самых больших задач реформы, договориться с обществом. Хорошо, большое спасибо вам, что вы нашли для нас сегодня время. В студии у нас был министр здравоохранения Гонтис Белевич. До свидания.